Всем привет! Отечественный рынок материнских плат скудеет день ото дня. Выбор всё меньше, а цены порой неразумны. Поэтому важно выбрать непереоценённый продукт с наиболее подходящими для вас параметрами. Не так давно мы прошлись по самым дешёвым платам на H610 чипсете. Под тем роликом вы просили сделать то же самое для B660 чипсета, и вот момент настал. Условия выбора участников были просты. Мы взяли самые дешёвые платы четырёх популярных вендоров с радиатором, на системе питания процессора. Ввиду вышеупомянутого скудного выбора в российских магазинах, кандидаты вышли следующими. От Asus выступает Prime B660M KD4, от Gigabyte B660M Gaming DDR4, от MSI Pro B660M A DDR4, а от Asus выступит интересная плата, которая на данный момент есть в наличии только на Алиэкспресс, и это B660M PG Reptide. Её мы заказали по очень простой причине. Это единственная из доступных плат на DDR4, способная в разгон по шине, причём её стоимость не выбивается из нашей четвёрки. Гигабайт стоит 10 тысяч, MSI вышла нам в 11.5, а Asus иногда можно подловить за 8. Да, ценники прилично отличаются, но и судить мы будем соответствующе. В стенде также будут участвовать несколько процессоров от i3 до i7, оперативная память G-Skill общим объёмом 32 гигабайта на чипах Samsung B-Die и двухсекционный кулер Deepcool AK620. Остальные комплектующие перед вами. Пройдёмся по важным параметрам. Какие тайминги в XMP выставляет плата? Какие позволит выбрать в разгоне? Хорош ли VRM? Даже если материнка берётся для i5-12400, было бы здорово, если она подходит и для апгрейда на что-то более мощное. Первым делом смотрим комплект. Здесь выделяется Ether. Как и у других, в коробке помимо платы лежали два SATA кабеля, винты для М2, диск с драйверами, наклейки и макулатура. Заглушка в корпус уже находится на плате, её случайно забыть при сборке ПК не получится. Обратная сторона материнки прикрыта подложкой из пенопласта. Приятным сюрпризом было увидеть в комплекте тюбик термопасты. Далее осмотрим сами материнки. В порядке возрастания цены увеличивается и функциональность. MSI и ESROC предлагают больше слотов оперативной памяти, полноценные радиаторы на VRM и даже один на М2. Следующим этапом протестируем температуру VRM. Если от плат на H610 чипсете многого и не ожидалось, то на долю B660 приходятся все нон-кей процессоры и способность выдержать их всех в нагрузке дорогого стоит. Но перед этим небольшая реклама. Сейчас как никогда актуален вопрос о размещении IT-инфраструктуры на территории России. Многие компании уже переносят свои проекты на мощности российских провайдеров, чтобы соответствовать федеральному законодательству и обеспечить стабильную работу сервиса, независимо от внешних условий. И здесь вам поможет Selectel. Один из ведущих российских провайдеров, облаков и IT-инфраструктуры, что подтверждают многие индустриальные рейтинги. Например, в 2022 году он вошел в топ-3 поставщиков облачных решений в России. До 1 сентября у вас есть возможность перевести инфраструктуру в Selectel от зарубежных провайдеров со скидкой в 25%. Скидка действует на весь перевозимый объём инфраструктуры и сохранится для клиента на год. На инфраструктуре Selectel можно размещать даже системы с повышенными требованиями к информационной безопасности. Сервисы-провайдеры готовы для выполнения требований международных законов и стандартов PCI DSS, GDPR, SOC-2 и Российского законодательства локализации персональных данных . Для вас есть большой набор самых разных услуг и конфигураций, которые подойдут проектам любого масштаба и сложности. Например, для заказа доступно более 100 готовых конфигураций под разные бюджеты требования проекта, и это только в выделенных серверах. А если среди них вы не найдёте оптимального решения, то можно собрать кастомный сервер, самостоятельно выбрав локацию, процессор, память и видеокарту. Кроме этого в акции участвуют и другие услуги – облачные серверы, объектное хранилище и платформенные облачные решения. Оставляйте заявку по ссылке в описании и перевозите инфраструктуру от зарубежных провайдеров со скидкой в 25%. Срок подачи заявок ограничен, о подробности узнаете на сайте. Asus Prime по умолчанию устанавливает долгосрочный лимит мощности в 125 Вт. Это немногим меньше энергопотребления нашего i5-12600K. И этот лимит вполне оправдан – температура в зоне питания процессора превышает 100 градусов по Цельсию во всех плоскостях. Что с лицевой стороны слева над сокетом, что с обратной. i7-12700 и i9 уже противопоказаны, разве что только для игр подойдут. Gigabyte B660M Gaming по VRM – это та же самая H610S2H, но с радиатором. И в ролике, где мы различными способами старались остудить VRM, было ясно, что греется он не только слева от сокета, но и над ней. Однако Gigabyte решили принять полумеры, ну и вот полурезультат – троттлинг начался уже через 2 минуты. То есть она ещё хуже, чем Asus, но P1 лимит при этом тот же. MSI при входе в биос сразу предложил установить лимиты мощности с запасом. Оно и видно – для неё 12600K не представляет угрозы, поэтому сразу устанавливаем i7-12700K. Он у нас горячий, поэтому кулер не выдержал более 200 Вт, а это потребление более чем в полтора раза выше, чем у 12600K. VRM с обратной стороны платы прогрелся до 82 градусов, что вполне допустимая температура, и даже если накинуть ей 10 градусов, поглощённые текстолитом. Лимит в 255 Вт ей впору. Esrock выделилась. VRM здесь неплох, хуже, чем у MSI, но куда лучше, чем у первых двух плат. Стоковый 12600K с энергопотреблением около 130 Вт для неё тоже не представляет сложности. Учитывая потребление i7-12700K нам нужно увеличить лимиты энергопотребления. Пункт Base Frequency Boost повышает долгосрочный и краткосрочный лимит максимум до 160 Вт, однако самостоятельно подкрутить долгосрочный лимит плата выше 125 Вт не позволит. При этом если максимально продлить и увеличить краткосрочный лимит мощности, а после снова выставить ранее упомянутую настройку на 160 Вт, то в течение почти четырёх минут лимит будет равен 241 Вт, а по истечении 160 Вт. Естественно, такое потребление даётся VRM тяжелее, температура становится ближе к сотне, ведь мы помним про то, что с обратной стороны показатели меньше градусов этак на 10. Но и это ещё не всё. Если установить бета-версию BIOS, то с ним нам будет доступно уже 200 Вт в долгосроке, и вот это действительно предельный лимит для эсро-криптайт. Выше не нужен, так как температура уже перелезла за сотню. Этот стресс-тест проводился на максимальных оборотах корпусных и кулерных вентиляторов, но если взглянуть на кривые стандартного режима вентиляторов, то тут уже всё более усреднённо, чем было на H610 плат. Тогда MSI выделялась своим пассивным поведением, но теперь она раскручивает вентиляторы сильнее, чем Asus или эсро. Теперь проверим, какие тайминги устанавливают материнские платы для чипов Samsung B-Dice XMP 3200 МГц. Процессором будет i5-12400. Самые большие отличия находятся в группе третичных таймингов. Asus завысила их сильнее всего, остальные платы идут в разнобой, где-то лучше, где-то хуже других. Ни одна не является лидером. В AIDA64 большая погрешность, все различия в её результатах укладываются в эту погрешность, поэтому идём дальше. В CPU-Z Gigabyte отличилась чуть большей однопоточной производительностью, то бишь с ней процессор лучше отрабатывает турбобуст на малое количество ядер. В Cinebench R23 этой особенности уже и не заметь. Здесь выделяется эсро к своим низким показателям многопоточной производительности. Это произошло из-за низких напряжений под нагрузкой. Напомним, что наш i5-12400 при малейшем андервольте теряет производительность. Не будь у некоторых процессоров семейства Elder Lake такой особенности, можно было бы похвалить эсро к за более низкие напряжения, но не в этот раз. В Geekbench помимо эсро к выделилась слабым результатом многопотоки и материнская плата от Asus. Именно эти две платы по умолчанию держат отключенными AVX 512 инструкции, влияющие на результат. Однако на эсро к включить их можно, и это дало нам лишь около 150 баллов. То есть дело похоже не только в них, но ещё и в таймингах. В Premiere Pro схожая ситуация. 12400 установленный в Asus и эсро к рендерит проект на 2-3% дольше, чем с другими платами. Ну а как там с играми? Киберпанк, пресет графики, трассировка лучей ультра, арте отражения отключены, DLSS на ультра производительность, плотность толпы высокая. Соблюдая тенденцию Geekbench и Premiere Pro, Asus и Asus способствуют более низким результатам, но потери не так велики. Gigabyte или MSI дадут вам всего на 1 фпс больше по сравнению с Asus, и Asus отстаёт только на 4%. Это неприятно лишь в прямом сравнении фпс, на деле разницы вы не почувствуете. Тень лары, наивысший пресет, модификатор разрешения 20% в 600p. Здесь эсро к просадил фпс сильнее, до уровня Asus. Это всё те же 4% разницы, которые можно увидеть только на мониторинге. Да, с более производительными процессорами разница немного вырастет, но там уже упор в видеокарту чаще встречается. StarCraft 2, все настройки на максимум. Хоть игра и двухпоточная, но это не значит, что ей на память всё равно. Низкая латентность приветствуется в этой стратегии, но от бывшей 4% разницы остался лишь 1%, равный погрешности. От финальных выводов нас отделяет только возможность плат в разгоне. И это, пожалуй, самая интересная часть, поэтому сразу переходим к ней. Причин выбора i5-12400 в качестве основного процессора для тестов было несколько. Во-первых, более старшие процессоры могут троттлить в бенчмарках на Asus или Gigabyte, что привело бы к путанице в результатах, а во-вторых, это самый подходящий процессор для разгона по шине, а в-третьих, он имеет заблокированное напряжение на системный агент в районе 900 мВ, что негативно сказывается на возможностях контроллера памяти. Это значит, максимальная частота оперативной памяти будет зависеть от того, насколько материнская плата будет соблюдать это негласное правило, ведь если выйдет не 900, а 950 мВ, это может помочь стабилизироваться на более высокой частоте. Такие были мысли у нас в теории, а на практике... сейчас сами увидите. Asus с лёгкостью позволила взять 3600 МГц в режиме Gear 1. У нас уже есть ориентир, ведь этот i5 мы уже в своё время тестировали на TUF Gaming Z690 Plus D4 и там вышли те же 3600 МГц, но с Command Rate 1. Prime B660MK сделать этого не позволило. MSI также не испытало никаких проблем, на ней разгон вышел даже лучше, это снова 3600, но уже с Command Rate 1 и более низкой группой третичных таймингов RDWR. Гигабайт не смогла в 3600, нестабильность на этой частоте проявилась необычно, система зависала при отсутствии нагрузки, поэтому пришлось снизить частоту на 100 МГц, но это позволило также снизить CL на единицу, а вот WTRL пришлось увеличить, шестёрка приводила к нестабильности. S40 оказалась жуткой головной болью. Мы хотели разделить её тест на две части, без разгона по шине и с ним, но она нарушила все наши планы. С двуранговыми модулями на чипах Samsung беда и она ну совсем не дружит. Купили вы значит лучшую и по совместительству самую дорогую память, а материнская плата вам такая фигу показывает. Вот не хочет выше 3200 запускать и всё тут. Мы её уже и так, и эдак упрашивали, но она наотрез отказалась. Для поправки ситуации с просадкой напряжения в стоке, для нас любезно была вынесена его компенсация на видное место, пригодилась. Когда речь зашла о разгоне по шине, плата наотрез отказалась запускать память даже на 3200 МГц. 2800 не хотите ли? Ну, вообще-то не хотим. Поэтому мы продолжили поиск того самого подходящего бубна с тем самым нужным танцем. Этим шаманским обрядом оказалось повторение попыток после нестарта. Да, просто попробуй ещё раз, а потом ещё раз, а потом ещё и ещё и раза сорокового всё получится, буквально. К счастью, в отличии от Asus, который может забыть, как запустить XMP после холодного старта, Asus держит разгон до последнего, поэтому он не отваливается на следующее утро. Что касаемо ядер процессора, вышло 4900 МГц, требования по напряжению к следующим 50 МГц слишком высоки, тут уже кулер не справляется. После этого мы проверили, как справляются материнские платы с разгоном памяти на других процессорах, и результат вышел странным. С i3 все платы с полпинка взяли 3800, а вот у 12700K, который на TUF Gaming стабильно работал с памятью 4133, результаты оказались абсурдными. У Asus Prime напряжение SA нельзя выставить больше 1,3 Вольта, что скорее всего и не позволило взять эти 33 МГц, но на MSI такого ограничения нет, однако ей далось только 3900. На гигабайт выше 3733 старта вообще не было. На изменения SA она вообще не реагировала так же, ну как и S-Roc. Самый худший результат снова у неё, и то не сразу удалось его получить. Поэтому в нескольких случаях мы попробовали установить модули Crucial Ballistics на чипах Micron ревизии E. И вышло лучше, но не идеально. С нашим 12700K у этой парочки явные проблемы. Итак, в AIDI Gigabyte привела к потере 1-2 гигабайт в секунду пропускной способности памяти из-за более низкой частоты памяти. В свою очередь S-Roc без разгона по шине демонстрирует то, на что способна любая материнская плата на H610 чипсете, а разгон по шине AIDI считает неверно, увеличивая показатели на процент увеличения BCLK. В CPU-Z разгон по шине дал внушительный 24% прирост, что вообще-то больше нашего разгона. Частоту мы подняли только на 22,5%. Cinebench уже ближе к правде. Повеличение показателей в нём больше соответствует нашему разгону. В Geekbench, вопреки зависимости от памяти, мы снова получаем чересчур высокий прирост в многопотоке. Отставание Asus от MSI или Gigabyte тоже выглядит великоватым. Даже S-Roc с меньшим разгоном позволило выдать больший результат. В Premiere Pro низкая частота разгона памяти на S-Roc без разгона процессора дала себе знать, но потеря, тем не менее, не так уж и велика. В Cyberpunk разгон привёл всех к общему знаменателю. Хоть у нас и были различия в парочке таймингов или частоте, но MSI, Asus и Gigabyte едва ли можно отличить. В свою очередь разгон по шине дал лишь 8% преимущество по среднему FPS. Похоже, процессор много по времени проводит в ожидании данных. В ларе, на удивление, идентичная разница между S-Roc и Asus. FPS отличается лишь на 8%, а если сравнивать с MSI, то и вовсе на 6. Причём, напомним, 12400 лучший кандидат для разгона, так как у него самая низкая частота среди обычных процессоров в линейке. Если бы на его месте был 12600K, то прирост вышел бы ещё ниже. Однако малопоточные игры, такие как StarCraft, вселяют уверенность. В такого рода играх гораздо чаще встречается упор в процессор, а зависимость от памяти ниже, поэтому 16% прирост вполне можно почувствовать. Что же в итоге мы получаем? Asus Prime B660MK может порадовать беспроблемным разгоном и порой низкой ценой. В остальном же она оправдывает своё нахождение в младших рядах. Слабый VRM, едва справляющийся со стоковым 12600K, самые высокие тайминги в XMP, а также невозможность включить AVX 512 инструкции. Gigabyte B660M Gaming не имеет двух последних проблем, но VRM у неё ещё слабее, разгон хуже и выходит, что она сгодится только для того, чтобы взять 12400 с более высокочастотным XMP, чем может позволить материнская плата на H610 чипсете. MSI Pro B660M ADDR4 стоила нам на 1500 дороже. И она полностью стоит этой доплаты. Среди всех участников лучший VRM, беспроблемный разгон памяти AVX 512, радиаторный M.2. Ну а что ещё нужно? Единственный минус, который удалось заметить, это более слабый разгон памяти на 12700K по сравнению с Asus, но эти 100 МГц это мелочь, вы сами могли убедиться. Esrax стоила нам примерно тех же денег на распродаже, но это цена Алиэкспресс. В теории это отличная материнская плата. DDR4, разгон по шине, полноценные радиаторы на VRM и адекватный ценник сделали её очень привлекательной. Но реальность оказалась жестока. Это худший разгон памяти, наполовину нивелирующий разгон ядер. Ещё и гарантия нет нормальной. Это тоже нужно учитывать. Выходит, палка о двух концах. Информацию и собственные выводы мы вам предоставили, поэтому взвесьте все за и против и покупайте с умом. С вами был i2hard, не болейте, всем удачи и до новых встреч!